Возможно, вам кажется, что стихийные бедствия или автоаварии угрожают кому угодно, но не вам. Однако от этих происшествий не застрахован никто, потому лучше заранее к ним подготовиться. И мы будем рады помочь в этом. Учуяв запах рыбы, возникшей дома без особой на то причины, немедленно бейте тревогу. Возможно, где-то в доме плавится проводка. Это может привести к пожару. Обесточьте дом и найдите источник запаха. Если у вас на плите загорелось масло, не пытайтесь потушить его водой. В результате пламя разгорится еще сильнее. Немедленно отключите прибор и накройте сковороду влажной тканью или крышкой. Так вы перекроете подачу кислорода и потушите огонь. Если избавиться от пламени не удалось, бросьте в него горсть соли или соды, тогда оно погаснет. Предположим, ваш автомобиль заглох прямо на переезде, куда на всех парах мчится поезд. Задумались, как поступить? Не теряйте время. Покиньте автомобиль как можно скорее. Убегайте в сторону подходящего поезда. Если вы побежите в противоположном направлении, вас может задеть то, что когда-то было вашей машиной. Если у вас на жаре закружилась голова, но вы не уверены в том, что это солнечный удар, съешьте что-то сладкое. Кусочек сахара или конфетку. Если лакомство на вкус кажется ужасным, немедленно обратитесь за помощью. Если в результате аварии вы не можете выбраться из автомобиля, попробуйте разбить стекло. Но цельтесь в углы, а не в центр. Лучше воспользуйтесь подголовником, если сможете его снять. Конструкции могут различаться в зависимости от модели автомобиля, поэтому узнайте заранее, как снимается именно ваш. Запомните, что при пожаре люди в первую очередь страдают от дыма, а не от пламени. Поэтому, чтобы не надышаться им, жизненно важно находиться как можно ближе к полу. Не поднимайтесь, пока не выберетесь из зоны возгорания или пока кто-то не придет вам на помощь. В людном месте вам вряд ли поможет простой крик о помощи. Вместо этого обратитесь к конкретному человеку из толпы. Примерно так. Мужчина в красной майке, помогите мне встать, пожалуйста. Если к вашему дому приближается торнадо, от которого вы не успеете скрыться, лучше всего переждать удар стихии в ванной. И по возможности прихватите с собой большую подушку, она спасет от летящих обломков. Вы забрались на холм, но внезапно ваши волосы встали дыбом. Это признак того, что воздух наэлектризован. Такое случается перед ударом молнии. Уносите оттуда ноги и скорее найдите укрытие. Не включайте за рулем громкую ритмичную музыку, под которую хочется танцевать. Исследования подтверждают, что от нее люди становятся рассеянными. Добавьте в плейлист лишь любимые спокойные композиции. Если вам нужно проверить, находится ли объект под напряжением, дотронитесь до него обратной стороной кисти. В этом случае при ударе током вы сможете отдернуть руку. Если вы коснетесь его ладонью, от электричества рука сожмется в кулак, и вы не сможете оторвать ее от предмета. Мягко говоря, шокирующий опыт. Обращаясь в экстренную службу, сперва назовите свой адрес и лишь потом объясняйте причину обращения. В этом случае, даже если кто-то или что-то не даст закончить начатое, оператор будет знать, куда направить помощь. Если погрузившись под воду, вы дезориентированы и не можете отыскать путь на поверхность, выдохните. Пузырьки воздуха поднимутся вверх, а вам останется лишь следовать за ними. Если вас поцарапало или укусило дикое животное, тщательно промойте рану и поспешите в больницу. Вам может внезапно стать хуже. На счету каждая минута. Бутылка воды может загореться под прямыми солнечными лучами. В подобных условиях она, подобно линзе, соберет солнечные лучи в одной точке. Не оставляйте бутылки в салоне авто в солнечный день и держите их подальше от окон в доме. Металлический привкус во рту во время плавания в водоеме или бассейне – плохой знак. Значит, где-то поблизости замкнуло проводку. Немедленно выбирайтесь из воды. Точка. Когда машину заносит, вы сможете исправить положение, просто повернув руль в сторону заноса, но не наоборот. Также это снизит вероятность того, что авто перевернется. Главное – не жмите на тормоз. Вы потерялись, а телефон полностью разрядился? Вы легко сможете сделать из него компас. Разберите устройство и отыщите внутри магнит. Вам также потребуется примерно пара сантиметров проволоки. Приложите один из ее концов к магниту, запомнив при этом, какой именно. Затем возьмите кусочек бумаги или сухой лист, положите проволоку на лист и опустите в лужу. Намагниченная часть металла в считанные секунды укажет на север. Не грустите, вы сможете починить телефон, когда выберетесь. Оказавшись в лифте с подозрительным человеком, нажимайте кнопки всех этажей. Вы сможете сбежать или позвать на помощь. Однако, если в лифте есть другие люди, они могут решить, что это розыгрыш. Чашка кофе или любой другой напиток помогут предсказать погоду. Встряхните жидкость и налейте ее в стакан. Если пузыри относят в сторону, в ближайшие 12 часов погода будет ясной. Если они собираются в центре, ждите бурю в течение того же времени. Если вы прокололи колесо вдали от цивилизации, сделайте надрез на краю шины и набейте ее травой или соломой. Это займет время, если воздуха внутри мало, но позволит вам добраться до ближайшей заправки. Используйте ваш телефон или камеру в качестве светового сигнала, когда ночью переходите плохо освещенную улицу. Водитель вовремя заметит вас и успеет среагировать. Достаньте устройство, разблокируйте его и направьте яркий экран в сторону приближающихся автомобилей, чтобы обозначить себя. Если у вас внезапно закончилась питьевая вода, вы можете самостоятельно сконструировать для нее фильтр. Отрежьте дно пластиковой бутылки. Оберните фильтр для кофе или кусочек марли вокруг горлышка. Положите внутрь немного ваты, а следом за ней горстку гравия. Добавьте еще один слой марли и немного песка. Затем повторите слой марли, гравия и песка. Залейте внутрь воду, подождите, пока она отфильтруется и обязательно прокипятите ее перед тем, как пить. Не используйте в дождь задние противотуманные фары, иначе водитель позади вас может принять их за сигнал заднего хода и попытается резко затормозить. Это невероятно опасно на мокрой дороге. Даже если вы не превышаете скорость во время дождя, всегда есть риск аквапланирования. В такие моменты колеса из-за воды теряют сцепление с асфальтом и машина отрывается от поверхности. Ни в коем случае не поворачивайте руль и уберите ногу с педали газа. Затем медленно и уверенно жмите на тормоз. В некоторых, на первый взгляд, спокойных мелких речках можно наблюдать стремительные подводные потоки. Они способны унести бревна, ветки, камни и другой мусор, который может причинить вред людям. Если вас уносит течением, ложитесь на спину ногами вперед. Так вы защитите голову. Добравшись до безопасного участка, вы сможете спокойно выплыть на берег. Надеюсь, у вас не осталось вопросов.